Все прекрасно понимаем, что комплексная супровизация неотвратима, но, естественно, она несет в себе как возможности, так и определенные угрозы. Поэтому, с одной стороны, наша задача, в том числе задача законодательной власти, с теми возможностями, которые дает супровизация работать для увеличения и усиления безопасности горожан, с другой стороны, работать над законодательным снижением угроз. О чем идет речь? Я уже ополнился о том, что правительство Москвы приняло концепцию «Сумный город», разработан с учетом прогнозов экспертов, с учетом федерального, мирового опыта, с учетом мнений москвичей, и поставил задачу реализовать данную концепцию в 2020 году. Я не буду сегодня рассказывать про всю концепцию «Сумный город», тем более, что она доступна на портале «Производство Москвы», но там есть отдельный раздел, связанный с обеспечением безопасности, прямой связанный с нашей сегодняшней темой, я о ней немножко подробнее рассказал, потом рассказал, что сегодня предпринимает «Сумный город» с точки зрения законодательного регулирования данной тематики. Первое. Что заключается в системе «Умный город» с точки зрения безопасности? Это система мониторинга управления силами известной оперативной службы Москвы. Речь идет вообще о координации реагирования всех городских служб на 165 типов разных происшествий. Речь об информационной и аналитической системе мониторинг и геногенной обстановке общества безопасности в городе Москве. На сегодняшний день это 4,7 миллиона записей об уголовных административных правонарушениях ДТП, экономических почек преступлений. Также мы говорим о едином экзентре. На хранении обработки данных достигаются данных 175 тысяч камер, установленных на территорию города Москвы. И в рамках принятого в Московской городской дубу бюджета города 2020-2021 годы в данный период предусмотрено средство в размере 6 миллиардов рублей для того, чтобы запустить полностью в городе систему мониторинга установления лица. Более того, она частично уже реализуется, например, на транспорте подвозок в интерпретении. Более того, данная система позволяет в месяц в 5-10 случаев выявлять несколько отечественных генеральных розысков. А вообще записи с камер в интерпретении сегодня в Москве применяются для наследования порядка 70% всех правонарушений. В конце прошлого года мы предложение поддержали при обсуждении бюджета города. Собственно, в текущем году, в 2020 году, планируется через системе видеоаналитики в потоке со 105 тысяч камер городской системы видеонаблюдения 50 тысяч камер транспорта подвозок в сегментах. Были противники данной системы, которые утверждают, что технология обознавания ЛИС будет нарушать право граждан на частную жизнь, чтобы мы будем тотально за всеми следить, отслеживать, заплатить передвижение граждан. Это не так, потому что ни камеры, ни стены, ни аналитики не содержат, ни анализируют данные. Когда жарко-малитовано не хранят персональные данные. Мы не считываем 500 человек, мы формируем для каждого изображения цифровой набор, набор цифр, который, собственно, потом сравнивается с аналогичным цифровым кодом из разных классов, которые, я имею в виду пример, запасла от розыска и моды. И, собственно, только в том случае, если два набора цифра совпадают, зарабатывают эту решение. Система себя зарегистрировала. Нашумевший случай прошлого года, 2019, в карантинном объявлении, ближе к проекту Крым, похитился в Тепловской галереи, но благодаря системе видеонаблюдения и московская полиция смогла обнаружить победителя и оперативно вернуть произведение искусства. Это что касается раздела безопасности в программе НГОР. Но, конечно, сегодня, с разведением современной цифровой технологии, мы видим это непосредственно в городе, непосредственно в отдельном районе, растут угрозы для, скажем так, персональной безопасности, граждан, прежде всего, финансовой безопасности. И одна из таких угрозов – это киберпреступление. Буквально чуть меньше месяца назад мы проводили парламентские службы на тему кибермошенничества, и по данным, которые были предоставлены главному управлению НГОР в Москве, за 18-й год мошенники украли 12 рублей с банковских дарчиков исключений. Тоже серьезная проблема. Имеет отношение к социальной недвухолучию горожан однозначно, имеет отношение к безопасности исключений однозначно. Более того, в 2019 году число дистанционных хищений у Москвы вырос на насильность 9%. Если говорить компетент на гражданском банковском тарчике – это 240%. В чем причина росту таких преступлений, и что можно с этим сделать? Одна из мер, которые можно предложить законодательно, за повышение ответственности, юридический риск, который занимается хранением национальных данных за аптечки дарных своих клиентов. Мы изучили федеральные законодательства, российские законодательства, изучили зарубежный опыт. И что выявили? Сегодня, по данным лаборатории Костерска, цифровая личность человека в Даркдейте стоит 50 долларов. То есть за 50 долларов можно покажем, кто из нас получит реквизиты, банки, карточки, аккаунты, сети, все телефоны, сведения о имуществе, доступе к серверам личных АКБ. По данным компании Компоритех, скан-бастер, которая 70 может купить за 10-11 долларов. При этом штраф на законодательном уровне, то есть в федеральном уровне штрафы, это юридический риск, который не обеспечивает сохранение персонал данных своих клиентов, в России максимальной страховке, продает 7000 рублей. Для сравнения, штраф в том, что не общий регламент о защите персональных данных, который принят в Евросоюзе, для компаний составляет 20 миллионов евро или 4% мирового молодого компания, потому что и те, которые допустил течку персонал данных своих клиентов. Ну, то есть совершенно другие старты, совершали юргеристы, совершенно угостили ответственность, совершенно не санкций. Поэтому, главное, что еще текущим законодательством не предусмотрен механизм компенсации клиентов со стороны юридических клиентов, течек персонал данных, каких-либо форм лоральной компенсации. То есть это только, возможно, судебным порядком, а это уже вопрос судебных процедур. Поэтому, конечно, мы сейчас еще раз изучаем зарубежный опыт с этой точки зрения и готовим наше предложение по повышению ответственности для юридических лиц за обеспечение безопасности данных своих клиентов. Другой пример, как цифровизация влияет на безопасное исключение. Например, дорога. Идет юберизация такси, появляется коротшая. Это безусловно очень удобно. Это безусловно комфортно, обеспечивать им этот пульс, рынок развивается, создается очень динамично. Но есть и проблемы. В том же сами горшеринг использовал большие требования аккаунтов, отсутствовал газомков на транспорте и в итоге, если посмотреть статистику, то за счет горшеринга и такси гораздо растет количество газа. Здесь тоже мы можем сейчас готовить пакет законодательства в Нью-Йорк, порегулировать данные сферы, чтобы ассоции горшеринга и такси мы разрабатываем гораздо более законом из-за этого назначения автомобиля горшеринга и такси алкозамками. И второй мы готовим пакет мер по пресечению используемого левого права и используемого автомобиля горшеринга. В завершении, о чем хотелось бы сказать, о том, что каким бы ни был хорошим закон, законодатель всегда находится вроде догоняющего. Привнигает предъявление новое, находят новую лазейку в законе, начинают им пользоваться. Правоприменители об этой лазейке сигнализируют, законодатели принимают те или иные нормативные решения для того, чтобы эту лазейку закрыть. Пока идет работа над тем, чтобы закрыть существующие лазейки, умные, безусловно, неналатливые, не ловкие, скажем так, но недобросовестные приятные люди, уже находят новые варианты определения законодательства. Поэтому здесь нам важно, с одной стороны, своевременно вносить изменения в текущие заказы, с другой стороны, работать на опережение. И поэтому я хотел поблагодарить организаторов сегодняшнего форума, потому что на таких площадках, где можно обмениваться мнением, с представителями бизнеса, с людьми, которые развивают современные технологии в сфере безопасности, мы обменившись этим опытом, можем работать на опережение, используя опыт, знания, наработки, чтобы те решения, которые государство будет предлагать, оно построило нас, сделало жизнь насучее, жизнь жителей нашего города безопаснее, комфортнее и получше. Поэтому те идеи, те предложения, которые придутся в городе, будут выдвинуты, предложены, с удовольствием будем изучать, вместе с коллегами, с коллегами из исполнителя власти, которые изучили эту программу, она обширно чемпакатематических площадок, и безусловно те идеи, которые здесь обучиваются, я считаю, самые передовые, даже обязательно у нас перенесутся. Спасибо.